Чуть больше года назад в нашей программе вышел сюжет о маленьком приюте для животных-любимец. Он расположен на окраине нашего города. Тогда волонтеры, создатели приюта обратились за помощью. Им нужны были строительные материалы и финансы для того, чтобы закончить строительство вольеров, где могли бы жить собаки. К счастью, помощь такая пришла. И сейчас приют выглядит уже по-другому. Там есть удобные вольеры, в которых живут 3-4 собаки. Но в ближайшее время предстоит еще много расходов. Это и вакцины, это и лечение животных. Нужно просто утеплить эти вольеры для того, чтобы животным было комфортно там зимовать. И мы хотим напомнить, что такие приюты выполняют очень важную миссию. Они помогают и гуманно решать проблему бездомных животных, и помогают вам в ситуации, если ваш домашний любимец потерялся. Нора встречает громким лаем. Она сторожил приюты и считает, что должна защищать тех, кто слабее. Например, белку. Сейчас она взяла ее под опеку. Обе собаки были героинями нашего первого сюжета о приюте-любимец. Тогда, летом прошлого года, эта площадка выглядела по-другому. Всего пара вольеров. Пространство, где гуляли собаки, было общим, и у питомцев был шанс искользнуть. Тогда создатели приюта обратились за помощью к нашим зрителям. Нужна была помощь постройке вольера в благоустройстве, и она пришла. Некоторые благотворители даже стали постоянными. Это та же самая территория, на которой мы снимали прошлую передачу. Вот, посмотрите, сколько вольеров построено. Новых вольеров деланы, перестроены заново старые вольеры. Все у нас теперь тоже со своими полплощадями. Это Елена Владимировна Потапова. Без этой женщины, можно сказать, наверное, не было бы этой стройки. Стоимость всех строительных работ, все, что здесь люди, какие нанимались. То есть все три месяца этой стройки она оплатила более 90 тысяч рублей. В каждом вольере 3-4 собаки. Подбирают тех, кто ладит друг с другом. Места хватает, и гулять друзей тоже выпускают вместе. Вот эта неразлучная троица Марик, Робби и Фея все делают вместе. Всего в приюте сейчас 40 собак попадают с улиц. Забытые, брошенные, оставленные. Этот год стал рекордным по количеству брошенных животных, рассказывают волонтеры. Где-то появилась информация, что животные восприимчивы к коронавирусу. Некоторые хозяева, не разобравшись, отправили своих питомцев на улицу. В марте этого года без хозяев осталась дара. Это случилось в тот момент, когда у нее обнаружили злокачественную опухоль. Собаку привезли бывшие хозяева, привязали ее веревкой к дереву и бросили. Со слов жителей мы поняли, что собака нездорова. Шанс спасти Дару был. Для этого потребовалась бы дорогая операция в Санкт-Петербурге. Оплатить ее приют не смог. Зато подарил Даре еще больше полугода спокойной жизни. С ее любимыми сосисками на завтрак, заботой и обезболиванием, которое так нужно и людям, и собакам в палеотивной ситуации. Когда сюжет готовился к эфиру, Дары не стало. Она ушла тихо, без страданий. Эта территория во время прошлой съемки еще не была освоена. Сейчас тут пять новых вольеров. Собаки находятся в вольере. Они не находятся на самовыгле. Они никому не мешают. Они никуда не могут убежать. Если вдруг какой-то недосмотр, недочет, пока там какую-то еду возили из дома, например, где-то могли удрать. Сейчас нет, это все хорошо. Все они вот под присмотром, все они закрыты. В зиме здесь планируют построить бытовку. Пока готова траншея под стены. Тут можно будет готовить еду, удержать в холода щенков или ослабленных животных. Приют вновь ждет помощи. Стройматериалы, лекарства и вакцины, корм для собак, крупы, кости, а еще теплые вещи. Подушки, одеяло, пледы и коврики. Не новые, те, что уже не послужат дома, но помогут питомцам приюта перезимовать в тепле. Мы очень вас просим. Мы понимаем, что сейчас тяжелая ситуация, что люди боятся за свои финансы. Кто-то остался без работы, кто-то не знает, что будет дальше, боится этой ситуации. Но, пожалуйста, найдите 150 рублей. А для нас это большие деньги. Для нас это большие реальные деньги, это реальная помощь. Это реальная помощь на еду, на питание, на стройку, на вакцины. А кроме этого, здесь всегда ждут тех, кто приедет и заберет с собой нового четвероногого друга. И этот способ помочь самый радостный для всех, считают создатели приюта. Как всегда, все контакты и реквизиты для помощи приюту «Любимец» вы найдете на сайте нашего телеканала tvtombov.ru в наших группах в социальных сетях и в группах самого приюта.